Уважаемые обучающиеся, всем добрый день! Сегодня уже 11 апреля 2020 года. Мы с вами продолжаем работать с процессуальным правом и сегодня переходим к одной из самых интересных частей данного права – к уголовному процессу. Записываем тему. Процессуальное право. Уголовный процесс. Как всегда, изучение любой темы начинаем с определения. Давайте дадим определение уголовному процессу. Итак, уголовный процесс – это производство по уголовному делу, урегулированное уголовно-процессуальным законодательством. Это производство по уголовному делу урегулировано уголовно-процессуальным законодательством. Под законодательством понимается прежде всего Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Этот закон отличается от просто уголовного кодекса Российской Федерации, потому что в уголовно-процессуальном варианте там прописано как раз то, как именно будет расследоваться преступление, как будет доказываться вина, где это будет происходить, каким образом, как исполняться будет наказание или как освобождение будет от наказания осуществляться. То есть это не в уголовном кодексе, а в уголовно-процессуальном. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Начнем мы с вами со стадии уголовного процесса. Разумеется, начать производство по уголовному делу нужно с чего-то конкретного, а с чего мы сейчас и укажем. Первая стадия называется досудебное производство. Досудебное производство, оно состоит из нескольких подпунктов. Пункт А. Собственно возбуждение уголовного дела. Ну, конечно, необходимо понять, кого мы будем судить, как мы дело доведем до суда и на основании чего. Но, разумеется, дело необходимо, собственно, начать. Затем, пункт Б. Мы осуществляем предварительное расследование. Просто так, например, если мы знаем, что совершено какое-то преступление, неважно лицом или группой лиц и так далее, мы не можем сегодня сказать, да, сегодня ты совершил, а завтра мы тебя будем судить. Разумеется, есть система. Есть система предварительного следствия и довольно-таки длительный срок должен пройти, прежде чем человека придать в суду. Но, может быть, людям это и не нравится, имеется в виду простому человеку, который считает, что его права нарушены. Даже если это и так, ну, с моральной точки зрения, может быть, он действительно прав. А вот, с точки зрения прав именно каждого человека, так как мы живем с вами все-таки в государстве, то есть система. Только на основании работы этой системы можно придавать человека к суду. Но досудебное производство будет обязательно. Вторая стадия. Это, собственно, судебное производство. То есть то, как именно в суде будет происходить решение данного вопроса. Пункт В. Подготовка к заседанию. Ну, как будем готовиться? Необходимо известить всех лиц, причастных к данному уголовному делу, всех фигурантов. Это и обвинения, и защита, и различные лица, которые будут сюда привлечены. Их необходимо пригласить, собрать все доказательства, то есть сделать все то, что необходимо для того, чтобы начать, собственно, судебное разбирательство. Пункт Г. Значит, в суде будет осуществляться разбирательство, будет выступать сторона обвинения, сторона защиты, различные свидетели, эксперты, то есть обязательно у всех спросят. Ну и судья на основании законодательства и всех фактов будет выносить то или иное решение или приговор. Далее идут варианты апелляционное производство и касационное производство. Мы с вами говорили об этих пунктах Д и Е, когда изучали арбитражный процесс и гражданский процесс. Если человек считает, что его права не были реализованы именно в этой первой судебной инстанции, он имеет право пойти во вторую, третью, четвертую и в апелляционном или касационном порядке уже решить тот или иной вопрос. Мы с вами на предыдущем уроке говорили обо всех стадиях гражданского процесса и куда можно обращаться, в какие инстанции. Поэтому ту схему обязательно у себя в памяти держим и помним, куда нужно обращаться в случае чего. Ну и собственно, когда уже касационная инстанция, ну если до нее дело, конечно, дошло, ставит точку в деле, то приговор уже будет, ну, исполняться. Не обязательно ждать аж до пункта Ж, может наступить последний пункт исполнения приговора уже после судебного разбирательства. Если, например, апелляция не была подана и в касационную инстанцию тоже не подавали. Но я вам показываю в идеале, как в принципе может реализована быть деятельность именно в рамках уголовного процесса. Есть еще дополнительные стадии. Разумеется, мы имеем дело с людьми. Человек-существо очень, ну, я бы сказал, высокоинтеллектуальное, очень сложное, и все унифицировать под ту или иную систему, ну, понятное дело, не всегда представляется возможным. Иногда возникает вариант, когда приходится пересматривать дело. Возможно, да, там, три года назад был приговор, например, выписан тому человеку, который совершил преступление. Но, а если, например, был приговор все-таки оправдательный, и зачем тогда мы этого человека отпустили, если он правда виновен? Посмотрите, возобновление дела ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Если в течение предварительного следствия к органам вдруг не попал тот или иной факт, та или иная бумажка, там, документ, там, может быть, запись с камер видеонаблюдения, а вот сейчас об этом вдруг узнали и поняли, что приговор, как бы, ну, с учетом этих обстоятельств, не совсем объективен. Он должен быть, например, стать жестче или, наоборот, мягче на основании того, что вдруг появилось. Ну, это уже касательно сложных дел. Обычно это касается уголовных дел с серийными убийцами, там, маньяками, потому что, если маньяк такой монтерый, то он будет за собой следы, ну, как следует действительно заметать, и, возможно, чего-то и не увидит. Вот. Иногда, наоборот, люди, насмотревшие там различных фильмов, тоже могут записи все с камер видеонаблюдения стирать, вообще том или ином дне своей жизни полностью убирать всю информацию. Но, вы сами это прекрасно понимаете, возможно, у кого-то родители в органах работают или даже в суде, в судебной власти. И всяко слышали такие варианты, что приходится дела иногда пересматривать. Начнем, собственно, с возбуждения уголовного дела. Как оно, ну, возникает? Приходит человек и пишет заявление о том, что было совершено преступление. Ну, как бы это ни банально звучало, но это правда так. Если заявления нет, то никто, разумеется, ничего делать не будет. Нужно прийти, явиться в районное отдело внутренних дел или в управление внутренних дел, ну, смотря какой уровень. Вот у нас, например, это РОВД, если мы говорим о москаленках. Если это город Омск, то там городской отдел внутренних дел. ГОВД, ГОВД и так далее. У них есть различные наименования. Есть еще вариант, когда человек явился с повинной и говорит, да, я действительно совершил преступление, я там украл, я там убил и так далее. Что-то там сотворил такое, но чего делать запрещено под угрозой наказания и вменения того или иного вида ответственности. Разумеется, явки с повинной, они, ну, не очень распространены, потому что люди все-таки не хотят находиться в местах не столь отдаленных, хотят быть на свободе. И лишь люди, у которых действительно там очень сильно играет совесть, которые, ну, правда боятся, они могут прийти, и если они явятся с повинной, то им срок будет намного скошен. Не такой, например, жесткий, как если бы они скрывались до последнего. Вариант еще такой допускается, когда уголовное дело можно возбудить. Если пришел человек и сообщил о готовящемся преступлении, что он реально об этом знает, он об этом слышал, ну, это могут сделать, как сами работники органов внутренних дел, то есть у них там есть какой-то информатор, или они такие вот разведывательные операции проводили и об этом узнали. Ну, разумеется, если преступление даже еще не совершено, ну, под предлогом того, что оно должно было быть совершено, должно было быть сделано, человека действительно будут наказывать. Потому что он, ну, до этого все-таки додумался, додумался до того, чего делать нельзя. Ну, и заявление, оно имеет стандартную форму, в любом органе, в любом учреждении, куда бы мы ни пришли, есть свои специальные бланки заявлений, которые нужно заполнить и обратиться, соответственно, к этому предприятию. В том числе в РОВД они тоже унифицированы. Дальше, предварительное расследование. Как я и сказал, мы не можем человека сегодня обвинить, а завтра ему приговор уже выписать. Разумеется, это никто делать не будет. Предварительное следствие. Значит, предварительное следствие, оно может быть, ну, различную продолжительность времени иметь. Смотря, где находится человек. А если он скрывается, например. Ну, пока он скрывается, его, разумеется, объявят в федеральный розыск, будут его искать, если он действительно совершил преступление. Если он находится здесь, ну, в этой местности, то, скорее всего, сроки будут намного короче. Сюда же входят, разумеется, различные допросы, может быть, очные ставки. Второй вариант. Дознание. Иногда приходится, ну, доказать, что именно вот этот человек, да, он совершил преступление. То есть, необходимо узнать именно среди кучи там граждан, кто именно это совершил. А вдруг, например, люди, ну, которые пострадали, то есть, пострадавшие, потерпевшие, они, собственно, ну, не могли физически, например, разглядеть этого человека. Ну, у них примерно остались какие-то там, действительно, приметы какие-то. Тогда в каком случае нужно дознание? Когда есть телесные повреждения. Если есть телесные повреждения, то, наверное, слышали такой вариант, как снять побои. Побои необходимо снимать, ну, как можно быстрее, потому что иначе начнут заживать те или иные места на теле, и, собственно, уже ничего будет потом не доказать. Дознавать нужно, когда была контрабанда или занятие проституцией. То есть, нужно внешне узнать человека. Дознание будет производиться в течение 30 суток. Это было предварительное расследование. Значит, когда уже, собственно, доходит дело до суда, и предварительное расследование закончено, дело передано в суд, назначена дата судебного заседания, то кто в суде может выступать? Участники делятся на три типа. То есть, три типа субъектов могут иметь представительство в суде. Первая группа – это органы, государства и должностные лица. Разумеется, суд – это третий ветвь государственной власти. Она называется судебная. И, собственно, суд – это орган государства. И от имени государства в суде работают. Судья – прокурор, следователь. Это государственные должности, или это могут быть должностные лица, которые от имени государства, от имени законодательства пытаются следить за исполнением законов. Ну и человеку вменять тот или иной вид ответственности, наказывать, если он сделал что-то не так. Теперь, собственно, участники уголовного процесса. Значит, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, истец, ответчик. Это вся большая группа участников. Значит, что касается истца и ответчика, то не стоит путать. Они как участники гражданского процесса, так и уголовного могут быть. Значит, подозреваемый – это лицо, которое, ну, действительно, которому какой-то тот или иной приговор хотят выписать. То есть, ему выдвигается обвинение, может быть. Либо необязательно ему обвинение будет выдвигаться. То есть, он, возможно, один из фигурантов. Есть обвиняемый, тот человек, который, правда, в этом суде будет, ну, можно сказать, виновником торжества, который совершил преступление. Есть потерпевший, лицо, которое из-за действия обвиняемого, ну, пострадало. Пострадало его имущество, там, жизнь и здоровье. Ну и лица, привлекаемые в процессе. Здесь так же, как и в гражданском процессе, в принципе, суть та же. Что касается свидетелей, экспертов и секретаря. Они будут в любом случае. А вот кто такие понятые? Понятые – это отдельная категория лиц. Когда совершено преступление и приходят, например, полицейские уже осматривать место преступления, там, обыски проводить и прочие мероприятия, то они, для того, чтобы показать объективность своих действий и демократичность процедуры, могут совершенно любых людей, которые, например, рядом проходили, которые живут, например, в соседней квартире, просто пригласить и у них на глазах показывать то, что они делают. То есть, тем самым говоря о том, что их деятельность абсолютно объективна. На каких принципах основано именно уголовное судопроизводство? Разбирательство дела будет происходить здесь и сейчас. То есть, непосредственность разбирательства налицо. Непрерывность разбирательства. Разумеется, но это, в принципе, логично. То, что дело будут разбирать за один присед, что называется, в течение там определенного количества часов, пока судья будет не решить, что делать дальше. Значит, чтобы человека засудить, ну, вменить ему тот или иной вид ответственности, то необходимо обязательно доказать его виновность, либо невиновность. Просто так сказать, ну, да, он, скорее всего, там, совершил преступление, давайте его посадим. Разумеется, никто этого делать не будет, просто так, голословно, обязательно процедура доказывания. Судебное следствие, оно будет проведено, ну, то есть, заслушивание всех сторон. После заслушивания выступила сторона обвинения, сторона защиты, начинаются судебные прения. Судебные прения уже после того, как... Они имеют вид, это своего рода дискуссии. Судебные прения обязательно должны быть. На этих прениях могут на судебном заседании выступать и сторона защиты, и сторона обвинения, и свидетели, и судья будет что-то говорить. То есть, это принципы, которые обязательно должны соблюдаться. Ну, и, наконец, приговор. Значит, приговор возникает в Институте уголовного судопроизводства. Это, собственно, то решение по уголовному делу, которое будет притворяться в жизнь. Значит, видов приговоров у нас два. Первый – это обвинительный приговор. Обвинительный приговор в случае, действительно, доказательства вины обвиняемого, он, ну, будет притворен в жизнь. И те статьи, и те штрафы, может быть, которые вменялись человеку, они, правда, ну, будут, скорее всего, притворены в жизнь. Ну, и оправдательный приговор. Когда человека оправдывают? Ну, во-первых, когда вина его не доказана. К сожалению, часто очень бывает, что люди прекрасно знают, что это он, но из-за того, что не хватает там, может быть, чего-то показания свидетельского. Не хватает там фотографии какой-нибудь, там, смс-ки даже, чего-нибудь. Человек на лицо как бы виновен, но из-за того, что не хватает доказательств, мы не можем его осудить. Ну, и когда, собственно, отсутствует состав преступления. Ну, когда человека, например, ну, ложно обвиняют. Он, например, числился там как подозреваемый, но из разряда подозреваемых его могут в разряд свидетелей переписать. Это спокойно может быть. Тогда человека оправдывают. Значит, такой вот вариант. Теперь исполнение приговора. Тоже очень важная стадия. Как только приговор зачитал судья на основании тех или иных статей там Уголовного кодекса, почему так, почему эдак, собственно, происходит обращение приговора к исполнению. Затем приведение его в исполнение. Что это значит? Сюда подключаются лица, которые вы, наверное, про них слышали. Это конвоиры, то бишь конвой. Человека необходимо конвоировать до места заключения, если приговор обвинительный. Если оправдательный, ну, то, как бы, его уже никуда конвоировать не нужно. Он сам найдет себе дорогу в жизни, сам до дома дойдет. Но конвоиры будут человека как раз-таки сопровождать до места заключения. Ну и дальше процесс исполнения наказания. Разумеется, как только судья подписал приговор, то он, как бы, лично больше не будет контактировать с лицом, которое совершило преступление, которое теперь является осужденным. За ним будут работать... Теперь идет работа конвоиров. Они будут за ним следить и смотреть, как он себя ведет в местах заключения, какое у него там поведение, и смотреть, как исполняется вот это наказание. И в зависимости от того, как себя ведет человек, будет решаться, имеет ли он право, будет ли он иметь право на условно-досрочное освобождение или ужесточение, наоборот, приговора, его наказания. Это будет по-разному. А вот оправдательный приговор приводится в исполнение немедленно. То есть человека однозначно сразу же освобождают, например, в зале суда, если он, предположим, в наручниках его сюда привели. Если он невиновен, значит, все, на нет и суда нет, наручники с него снимаются, он больше не считается никаким там обвиняемым, он оправданный, имеет право на полную реабилитацию. И вот этой вот судимости, разумеется, у него никакой не будет. И этого человека должны везде принимать на работу, ну, если он обратится. То есть он невиновен, у него нету никаких взысканий и нету никаких, например, вариантов, чтобы его на эту работу не брать. Это, получается, дискриминация будет, потому что человек невиновен. Ну и отдельный институт, про который стоит сказать, это суд присяжных. Значит, суд присяжных – это особая судебная инстанция, которая в каких случаях используется? Например, дело очень резонансное, и касается оно чаще всего, ну, серийных убийц или убийства с особой жестокостью, тогда человеку, ну, понятно, нужно вменить, скорее всего, ну, максимальный срок. Или люди, предположим, которые пострадали, они готовы практически учинить самосуд. Ну, мы знаем, что многих людей просто не остановить, которые не верят в систему, не верят в органы. Может быть, они действительно и правы, потому что система, ну, я бы сказал, она очень мягкая. Предположим, если человек совершил умышленное, там, например, убийство, да, действительно все спланировал, а ему, там, например, дают 25 лет. Ну, как бы, вроде бы непомерный срок, четверть века. Но, а люди, которые от этого пострадали, ну, они бы, ну, трижды готовы были бы его убить, там, я не знаю, и что угодно с ним сотворить. И считают, что это слишком мягкое наказание. Ну, для того, чтобы такого не было, ну, система и работает, чтобы не было самосуда. То есть, государство берет на себя, как институт совершенно не заинтересованный в этом деле, то есть, объективно будет смотреть. Так вот, суд присяжных заседателей. Сюда приглашаются люди совершенно разных профессий, с безупречной репутацией. Это люди без специального юридического образования. Они могут заниматься любой деятельностью, любым трудом. И их сюда приглашают, чтобы они послушали и выдвинули вердикт. Как это происходит? Значит, они участвуют в исследовании доказательств. Они действительно тоже присутствуют в суде. Есть суд. У них специальное есть место для них отведенное. Также выступает обвинение защита. Они могут опрашивать свидетелей, подсудимого. Осматривать вещдоки они тоже могут. Если они чего-то, например, не понимают, им могут разъяснить нормы права прямо на заседании. Они могут друг другу передавать письменные заметки. Это правда. Ну и затем они удаляются в совещательную комнату. В этой совещательной комнате они выносят вердикт. Вердикт большинством голосов. То есть, их чаще всего нечетное число заседателей. Ну и на основании вердикта судьи, то есть судья, который там находится тоже, он уже выносит тот или иной приговор. Но люди, почему приглашаются совершенно неквалифицированные люди? То есть, чтобы посмотреть, как простой человек готов бы осудить вот этого человека, который оступился, который преступление совершил. Но дел резонансных их всегда мало. У нас в России институт вот этот присяжных заседателей, он не особо развит. А вот за рубежом намного активнее используется. И люди иногда даже считают это своим долгом участвовать в суде присяжных. Есть официальное приглашение человеку явиться на суд присяжных. В этот день он освобождается от работы. То есть, его никто не уволит за то, что он не пришел. Это считается своего рода долгом. Вот в Соединенных Штатах Америки он очень развит, этот суд присяжных. Итак, я в течение всего времени, пока мы с вами занимаемся дистанционно, ни разу не задал вам письменную домашнюю работу. Но сегодня задам. Значит, мы с вами прошли три вида процессов. Это гражданский, это арбитражный и сегодня уголовный. Значит, на основании этих трех процессов давайте сделаем следующее. Но, как обычно, чтение параграфа никто не отменяет. Десятый класс будет читать двадцать восьмой параграф, а одиннадцатый, двадцать пятый и двадцать шестой в ваших, соответственно, учебниках. И я вам и в дневнике.ру, и вконтакте, вот в этих созданных вкладках, я размещу вам текст домашнего задания. Значит, когда его нужно будет выполнить? Ну, выполняем его к следующему уроку. У десятого класса следующий урок 14 апреля, у одиннадцатого — пятнадцатого. Если мы вдруг выйдем уже, ну, с дистанционной формы на очную форму, обратно возвращаемся, значит, приносим в тетрадях или на листочках, если у вас тетради нет, если они, например, сданы и вы не успели их забрать. Значит, делаем на листочке, фотографируем, фотографируем и присылаем мне в личку ВК. В дневнике.ру не надо, потому что вы видели, как я проверяю. Я проверяю, мне нужно прям подчеркивать на этом листочке и оценку я прям на него выставляю, на фотографию. Одиннадцатый класс, пятнадцатого числа у вас урок, значит, пятнадцатому числу это будете выполнять. Вот. Таким вот образом будем работать. Я думаю, все понятно. На этом урок окончен. Всем спасибо за внимание.